здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня вновь у нас гостях а человек который даже здесь в нашем эфире не раз показывал невероятные человеческие возможности прежде всего свои возможности и мы поговорим о новых рекордах опять же в эфире у нас сегодня будет нечто необычное потому что в студии рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовой номерам атлет международного богатырского движения сильнейшая нация мира созданного при личном участии президента россии сергей агаджанян здравствуйте сергей приветствую мы совсем недавно встречались и тогда мы подводим вспоминали что было в прошлом году да вот уже в общем-то набирает обороты скоро 2024 уже достигнет экватора весна там уже лето недалеко но я так понимаю что февраль у вас был особый и мы поговорим сейчас об этом потому что сергей участвовал вот на в днх в той самой выставке которая до сих пор продолжается наделала много такого шуму и в политическом и в экономическом и в культурном смысле и сергей там тоже принимал участие но перед тем как мы приступим к разговору о том как вам удалось надуть до разрыва 14 грелок а я напомню постоянным зрителям открытого диалога что здесь у нас в студии вы тоже надували грелку и разрывали и и вот мы сразу же такую интригу что ли закажем нашем эфире вы принесли с собой новый какой-то инструментарий для очередного ну как сказать это микро подвиг это шоу это попытка в чем-то кого-то убедить или просто силовой номер вы знаете это совмещает все вышеперечисленные потому что если молодежь что их надо удивить это стальной стержень длиной 25 сантиметров объясню почему на 25 сантиметров диаметром один сантиметр если у кого-то и желание могут на строительном рынке приобрести порезать вот до необходимой длины попробовать буду я пробовать то что мы попробуем финале передачи об обращаю ваше внимание ну если вы доверяете мне как ведущему я как раньше вот были значит и там семейство киева например да или очень очень много было таких интересных иллюзионов это называлось когда людям придут предлагали там попробовать арутен и копьян например тоже был вот я попробовал и подержал в руках все инструментарии сегодня там есть еще специальные перчатки поэтому дождитесь финала программы и мы увидим с вами как остальные стержни окажутся очень слабыми под руками нашего гостя сергея гаджаняна сергей так 25 февраля такой период еще как бы зимы вы находились на в днх во первых как вы туда попали что это было за программа или акция в которой вы принимали участие совершенно верно я был 25 февраля по приглашению министерства спорта московской области что является на я большой честью представляла не только городской круг люберца и область до этот день был днем спорта 89 регионов российской федерации кто как мог пытались отличиться но могу сказать ответственно что мы прогремели громче всех хорошим смысле слова порвали зал почему-то к сожалению в этот день международная выставка я там был уже не первый раз выступал до этого другого региона по приглашению но не буду упоминать мне был таким вот резонансным этот день был потише не у нас на площадке но в целом людей было немного но вот что касается стендом московской области люди останавливались ему интересно было посмотреть на наших спортсменов не только меня а областных а было что показать минспорта области и конечно когда проходили мастер-классы по надуванию грелок который вел сразу хотел бы отметить что всех кому я отдавал грелки объяснял как их дуть как минимум по одной провали даже химии физики то есть это уже тот случай когда можно уже гарантию давать что если вы внимательно будете меня слушать то одну грелку того как-то порвете безусловно вот я просто хочу напомнить нашим телезрителям что грелка это один из первых же ваших был до инструментов которым вы ну как вот силовые номера совершенно верно у меня в арсенале порядка уже 6 8 предметов как правило небольшие чтобы удобно было с ним перемещаться поскольку я общественники это инструмент один из инструментов общения с молодежью убедительный инструмент чтобы все воочию было видно грелка была моим первым номером после которого я начал освободить другие уже поэтому наверное самый любимый номер и вы решили провести мастер-класс на этой выставке на мастер-класс можно было как записаться или это просто открытый был открытый мастер-класс хотел бы отметить что занимаюсь подобными выступлениями я уже восьмой год иногда коллеги пишут что вот недавно нет это не так начинала с городских площадок в рамках проекта который кстати запустила наша администрация семнадцатом году спорт каждый двор и насколько я знаю и до сих пор идет и в другие регионы ушел успешно вот начиная с этого проекта я и начал ломать дуть и все остальное делать ну я еще раз вам этот вопрос задавал но мы можем предположить что кто-то впервые может быть вас видит в кадре действительно у сергей вот такое интересное название звание можно так сказать название одновременно рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам вот давайте еще раз я задам вопрос зачем почему вдруг появилось такое желание но мы помним опять же по разным временам и в разных странах это происходит где-то это вообще действительно как шоу да такие накаченные люди которые там что-то пытаются передвинуть кстати я нужно рассказать что может быть в конце 70-х начиналась это мода но то что просачивалась качестве видео да тогда не было так таких возможностей показывать но это казалось каким-то таким ну редким явлением сегодня она тоже не часто потому что люди такие есть но у каждого стать свои задачи но вы рекордсмен мира значит вы кого-то еще и победили вопрос почему зачем в чем ваш интерес вы правильно отметили что мотивация была прежде всего это удивить показать молодежи возможности здорового человека изначально здоровом теле здоровый дом с коллегами которые меня окружали в рамках общественной деятельности организации мы хотели показать не только что могут делать здоровые люди а допустим в силовых номерах мы также показывали другие виды спорта но это был как ключевой номер да вот зрители очень скажем так просили чтобы повторяли эти номера и какой-то период времени даже приелись поэтому пошли по пути усложнения номер и правильно вы отметили что эти вещи были уже давно в мире и грелки надувает не только сергей агаджанян единственно сергей агаджанян как сказали мои коллеги перешел к скоростному надуванию грелок свою методику вел есть такое поскольку если говорить про этот элемент то наверно мире я единственный кто так их надувает и лихо и быстро но я наверно задавался этой цели изначально хотя если бы отметил уровне развития номеров и как вы говорите мировую конкуренцию я могу сказать что не так давно по bbc показывали русской редакции как во время прямого эфира один из моих коллег в самый сильный человек англии свернул сковородку такую сковородку честно говоря можно свернуть кто угодно и материал не тот и грелки нитей сказал наш материал и гостовский у нас сергей по моему в прошлой нашей программе которую мы показывали уже нашите зрителям поищите вот берите в сергей агаджанян еще бы сразу же увидите нас тоже была это сковородка вот и она у нас здесь как в качестве музейного экспоната находится то есть наша сковородка была лучше чем она была толще раз в другие моменты в рамках мастер-классов я стараюсь показывать его возможности не просто используя антропологические свои данные большой дядя если я буду сгибаться вместе сковородкой там будет гнуться не одна две может и поэтому во время мастер-классов я их на весу ну так же как и буду пытаться вот данные стержни ломать тоже на весу да стержни мы еще не видели уже можно у нас кстати даже собрать и ваши номера я тоже выпустить в качестве отдельного проекта напомню что речь идет о сильнейшей нации мира и как вы услышали сергей мотивация которая мне кажется для вас это во-первых наверно сама мотивация была до стать не просто сильным а вот показать что можно вот такое то есть то что вы можете кому-то в голову не придет но и общение сначала со зрителями а теперь я так понимаю вы несете в массы что вы тут самый здоровый образ жизни да хватит пить вставай на лыжу как повторена фраза знаменитая и вас звать все русский халк да как как так сказать я уж не знаю это приятно или это такая эмблема теперь вашу знаете это наверно как эмблема потому что далее такое прозвище журналисты за рубежа изначально журналисты наши когда начинал свои номера и выходили ролики в отечественных сми начиная с восемнадцатого года мне назвали подмосковным халка а когда перетянул самолет в казани и надувал грелки одновременно меня назвали уже мировые смех узким халком вот теперь давайте ну мне кажется так то есть вас сразу повысили по территориальному сюда перечислим для наших телезрителей для всех кто может быть опять же говорю впервые сталкивается то есть люди то знают что что-то подобное мире происходит но иногда даже не знают что происходит здесь у нас это целый набор вот этих силовых номеров напомним помимо надувания грелок помимо скручивания сковородки и не такой как вот продаются одноразовые да ну сковородка как сковородка какие еще у вас были в вашей практике силовые номера чем вы так гордитесь что у вас получилось потому что был самолет было по моему у вас автомобили естественно рассказывать да конечно если брать знаковый я не беру сценический экстрим поскольку я занимаюсь разрушением посуды в том числе кофеварок кастрюлик походных мисок но наверное и прозвище такое возникло почему изначально потому что я попытался совместить изначально несовместимы это буксировку тяжелого транспорта что является элементом силового стрима либо стронга международном вот понимание и плюс разрушение предмета конечно тяжело когда дыхание сбивается а бывает транспорт вязки авиационный транспорт носит вязкому транспорт особенно вертолета которых мы как-то с вами тоже говорили и я как раз таки горжусь тем что притянул три вертолета хотя относительно вес небольшой не пугающий слух 15 и 6 тонн не пугающий экстремалов скажем так так но кто профессионал понимаешь нужно выставить 3 вертолета по безопасности не согласовать их выбрать насколько это возможно ровную площадку и чтобы все три двигались синхрон и одновременно еще и надуть грелку задача была непростая скажу честно я умирал на площадке тренируясь на вертолетах россии в казани и порвал до крови плечо и не только получил ряд травм поэтому и результата был скажем более скажем так для меня важным в данном мероприятии поскольку присутствовали зарубежность мне хотелось показать именно богатырскую даль наших людей в тот момент я еще работал в любви резкой теплосети был слесарем я хотел просто обычные рабочие до слесарь любви резкой теплосети вот взял и перетяну три вертолета но там слесарь это конечно не разрушитель а в данном случае но все равно работа до с таким инструментарием и и вот как сравнивают наши зрители потому что все таки мультфильмы фильмы сказания про богатырей да это нас где-то есть там у нас в глубине нашей истории и конечно мы же всегда с уважением относимся к сильным людям которые вот сильные по по я даже даже не про дух говорю да а вот именно сильные потому что они следят за своим телом они его понимают они ведут какой-то образ жизни здоровый супер здоровый образ жизни правильный а вот как вас там воспринимали как человека но все-таки вот это вот некая он не такой как мы и он из другого лагеря да теперь это очевидно вот как вас воспринимали на западе как у вас там с вашими коллегами какой-то было отношение сохраняйте какие-то связи с коллегами диалог был на уровне любителей через мессенджеры со мной общались при том что было приятно они осваивали русский язык а я не пытался подстраиваться под другие языки в язык хотите сами конечно русский язык является также международным языком поэтому это удивление это крайняя степень удивления потому что предметы разрушает и на западе давно и те же самые грелки просто какие-то зрелищные сложные трюки которые совмещать себе действительно элементы различных направлений экстрима выполнять крайне сложно и их это удивляло как я к этому пришел что я делаю жизни чем и занимаюсь когда я говорю что я обычный рабочий ну это него не может я не верили да то есть даже надо как бы это спорт наивысших достижений да если можно так сказать когда человек полностью себя всему это отдает но мы во второй части подходит к финалу второй части поговорим еще об общественной работе потому что что может быть лучше такого приятного примера и ведь люди воодушевляются когда видят сильных людей понимают что это им дает определенного ну скажем так статуса что ли гордости и как стать таким да то есть ваша общественная работа они мы немножечко поговорим во второй части но и напоминаю вам что если вы хотите увидеть как два стальных стержня каждый из них мы два будем далам да подряд а чем два достаточно я объясню ближе к этому я готовлюсь к номеру а скоростному разрушению предметов вот видите прямо нашем эфире это будет происходить сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас гостя сергей агжинян рекордсмен мира по буксировке многотонной техники силовой номера атлет международного богатырского движения сильнейшая нация мира напомню вам дорогие друзья что финале второй части у нас будет очередной силовой номер и мы все в предвосхищении этого дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог очень приятно что у нас в гостях вновь в гостях рекордсмен мира по буксировке многотонной техники силовым номером атлет международного богатырского движения сильнейшая нация мира созданного при личном участии президента россии сергей агаджанян если вы внимательно следите за нашими программами или можете посмотреть на социальных сетях он уже не раз был здесь у нас в студии и а были номера сегодня тоже будет силовой номер мы все вот в трепетном ожидании потому что это можно показать еще сергей 20 25 сантиметровые стальные до стержни с которыми сергей по традиции должен разделаться но это будет уже финале программы так что дождитесь напомню что 25 февраля сергей гаджанян участвовал на международном выставке форуме россия на в днх которая проходит до сих пор и будет еще проходить возможно вас еще пригласят это было бы здорово и там он установил рекорд мира по надуванию грелок на время за пять минут надул до разрыва 14 грелок то задача была выполнена то есть сколько планировалось только и надул я учусь открою секрет не до конца поскольку мастер-классы которые шли и были мастер-классы их было два а с определенным промежутком времени у меня отводилось на мастер-классы определенное количество грелок так я не ожидал что они настолько хорошо пойдут что настолько будет увлечена публика я скажу что имеет большое значение психологический эффект не хочу критиковать коллег или богатырей старой школы так называемых себя богатырю мне они называют сразу скажу что то что я делаю под силу очень многие мысли они занимаются спортом и правда не просто надо иметь скажем сверх цели и на этот раз на площадке на которой я делал мастер-классы я всегда ассистентом говорю поднести еще грелки поднести еще грелки не принесли вдруг ведущий захотела настолько воодушевился а серёжа давай я надувям показал как и тут самое главное поверить 15 грелка самый сложный процесс до надувания грелок это 3-4 секунды но все зависит от материала как попадется бывает раздувать раздувается больше реку от меньше но ему повезло в этот раз и он как раз мою 15 грелку и лопну поэтому я смотрю 14 грелок до чтобы не подумали что не хватило сил а просто хватило грелок не хватило грелок мало того коллеги когда снимали они не взяли в кадр то что я 13 14 грелку надувал держа малыша на спине я посмотрел что время остается много довольно таки приличное количество решили я и стал по усложнить я позвал мальчика он побоялся залезть мне на шею он просто залез на корпус висела я надувал вот вместе с ним кружась грелки вот обратите мания сколько раз мы сергеем встречаемся и всегда стоит задача не просто что-то сделать а то что ты умеешь то что говорили в первой части сегодня она еще и усложняется да у меняется поделиться этим и показать что человеку все все на силу на все по силу и вот здесь мы как раз и подходим к тому разговору что многие наверное задавались этими вопросами а зачем это все показывать кому это как бы нужно но кроме как шоу а на самом деле я так понимаю что вы как общественник потому что занимаетесь развитием центра военно-технических тактических игр центр военно-тактических игр и вот эта силовая подготовка и опять же здоровая как это здоровый дух здоровом теле то есть вы несете еще некую миссию этим правильно я понимаю что не только шоу расскажите что за миссия в жизни я помимо того что выступаю и это является тоже немалой частью моей жизни в том числе профессиональной частью я работаю центре военно-тактических игр занимаясь продвижением и развитие площадок также часто общаясь молодежью выступаю что очень актуально в наше непростое время и важно конечно нет сколько предметов разрушил а именно задать темп и ритм общения когда молодежь доверяет она видит что то что ты говоришь согласуется с тем что они видят глазами конечно это помогает приобретет себя да да это преодолеть себя тут как раз основная задача как многие коллеги ваши говорят дать вот посыл позитивно не обязательно преодолеть себя в разрушении предметов я часто общаюсь и много общаюсь молодежи не только это наглядная просто агитация сила же не только на разрушение идет да и не надо чтобы она народ не только нашел на разрушение а в жизни сила нужно просто для того чтобы она во-первых помогает человеку вообще свое тело осознавать вот я жива воля приобрет себя вот я прекрасно понимаю что как бы ну времена меняются но вот и комплекс gto до который есть на нем так подсмеивались и советское время и сейчас на на подсмеиваются но не зря же какие-то бонусы пытаются сделать то есть все идет на то чтобы где-то заставить а где-то убедить что всегда лучше человека обратить внимание на свой организм на его возможности многие же до конца жизни так и не могут понять силу возможности своего организма отсюда болезни мы же знаем сейчас да вот на вашем месте часто врачи бывают и которые рассказывают что представляете там инсульт в 30 лет а просто человек никогда не спортом чем не занимался все время освобождался от физкультуры и так далее и что какие вопросы вам задают ребята вот с которыми вы работаете а что их интересует больше всего ведь есть силовая подготовка есть утренняя зарядка есть там пробежка о чем вы говорите вы как тренер уже выступаете в том числе как тренер но самое интересное что ребята интересует не настолько методика хотя тоже методика тренировок интересует чем я занимаюсь жизни я получается могу передать пример своего спортивного позитивного образа жизни поскольку насколько это возможно вредными привычками не страдаю я не пью и не курю очень много лет я пытаюсь вот заниматься вовлечением здорового образа жизни поскольку есть такой очень важный термин вовлечение в спорт и не только потом площадок сейчас большое количество больше гораздо чем было советское время а к сожалению они иногда пустуют потому что молодежь как и не только молодежь и зрелого населения занята гаджетами гаджеты помогают согласитесь упрощает жизнь но это не заменяет полностью жизнь и реальную жизнь то есть речь идет о том что вы пытаетесь еще помимо всего прочего напомнить всем что у человека есть его тело с которым нужно работать есть хорошо работает голова ты очень хорошо разбираешься в гаджетах и ты ну к сожалению пандемия многих научила даты те кто особо не хотели вот и правда действительно люди могут проводить часами чего же там греха таить десятки часов времени могут проводить у монитора не обращая внимание на то что время идет и потом начинается что-то рука у меня а что-то нога у меня то есть в общем то это такая глобальная история которой вы показываете наши возможности которые в общем то при хорошей подготовке практически беспредельно да это и правильно вы отметили психосоматические заболевания большом количестве сам человек не до конца здоровый я часто шучу что в зале спортивном не здоровых людей как правило что-то подталкивает туда прийти я не был исключением у меня был ряд травм многие из них я залечил но благодаря упражнениям я не я себе чувствую полноценным человеком я как-то рассказывал что более 20 лет назад столкнулся с тем что была травма спины очень сложно осложненная я долго восстанавливался почти 6 лет что полноценно ходить бегать и конечно чтобы поддерживать себя в этой форме скажем полноценного человека не просто богатыря силача я не ставил такой задачи я ставил задачу просто восстановиться и более 10 лет назад я осуществил эту задачу захотел поделиться с другими поскольку не являюсь отнюдь здоровым человека у меня есть и сахарный диабет нулевая стадия что тоже вынуждает мне заниматься зала я не могу себе сказать что сегодня не пойду сегодня выходной это скажем а другой бы сказал другой бы сказал все я заболел все я начинаю отдых другой а практически 90 процентов к сожалению так и говорим нужно заниматься даже при сахарном диабете упражнениями ну во первых это любой скажем докринолог это восстанавливает обмен веществ правильный если он уже нарушен есть возможность пока без вмешательства зне без инсулина у меня такая возможность есть у меня вот он застыл нулевая стадия сахарного диабета он может быть да да может до до конца жизни и мне нужно просто придерживаться каких-то правил в питании а это есть правильный спортивный образ жизни и также в нагрузках я не ставил перед собой задачу делать какие-то сверх номера я ставил задачу просто быть здоровым человеком вот это очень хорошая так почти под приближаемся к самому главному для многих элемента сегодняшней встречи хотя многое из того что говорит наш сегодняшний гость сергей агаджинян очень важно я не могу не задать вам вопрос перед тем как мы начнем расправляться с остальными стержнями какие у вас планы впереди год он только в общем то начинается мы находимся на весеннем этапе может быть какие-то у вас запланированы новые ну то о чем можно рассказать это прямо к тому же тренировки или новые номера да конечно есть такие номера есть рекорды и силовые шоу если говорить о серьезных номерах сложных это продолжение подготовки которая выражалась здесь неофициально рекорде который был в триумфе и 8 декабря когда выдерживал штангу больше 200 килограмм надавал грелки и как раз продолжение этого рекорда будет попытка рекордов в крыму в середине месяца июня когда я попробую удерживать платформу виде автомобиля москвич надавать медицинские грелки вот так вот да то есть москвич вот который сейчас новым на 2140 от вас организм тот самый до ретро москвич но все равно машина дата и будет как раз скажем стоять механизм который будет показывать расчетную тяжесть который приходится ко мне на плечи мы повторяем по сути делаем ремейк рекорда валентина дикуля если уважаемая села час советской эпохи мы понимали что на треугольную платформу заезжает полка либо другой транспорт мы не знали сколько приходится вес да на его плечи и руки и он использовал руки здесь к сожалению рук не будет как стабилизатора это осложняет задачу и делают это очень травмоопасно и потому что дуть грелки в этом состоянии крайне тяжело мы об этом говорили я буду пробовать делать на самое сложное из того что я делал вот с надуванием грелок и удержанием тяжести ну что ж будем ждать очередного визита с рассказом о том как это состоялось но сегодня сейчас мы объявляем приобретать как это фанфары напомню что сергей гаджанян покажет вам сейчас как этот номер то называется вообще вот силовую это движение просто но если говорить о сценическом экстриме вот разрушение предметов вот на выставке пытался делать скоростное надувание грелок я сжимал мы об этом не говорили чтобы они быстрее лопали но это так кажется что я сжимаю что быстрее лопали при этом когда я сжимала шла дополнительная нагрузка на руки и дополнительно давление в сторону меня воздуха было многократно больше чем в обычной ситуации вот здесь будет скоростное разрушение стальных элементов и нагрузка так также травмоопасность возрастает так что сейчас мы все это посмотрим будем надеяться что все пройдет без травм и так сергей гаджанян сейчас в нашем эфире силовым номером два стальных стержня я отрабатываю элементы разрушения стальных стержней на скорость длина 25 сантиметров диаметр 10 миллиметров буду разрушать не использую каких-либо опор на весу ну поехали два мы сделали это ну что ж все состоялось напомню что в гостях у нас сегодня был рекордсмен мира по буксировке многотонной техники силовым номером атлета международного богатырского движения сильнейшая нация мира сергей агаджанян это была программа открытый диалог всего доброго до свидания и и и и и и и